Свои девайсы, но им просто надо, чтобы эту трубку реально делать. Конечно, они готовы разместиться. Скажите, а по кейсу? Ну вот он прислал вам данные. Вы говорите, ну а вы с кем обычно работаете? Кто ваш партнер в мире? Вы же не вновь создавали компанию. И эта трубка не впервые производится. Вы его пригощите сюда? Вот, это то, что пытаются сейчас сделать. Сейчас в этом выперлись все, даже и глобальные компании, такие как, не знаю, Bosch, Toyota и так далее. Они говорят, мы своим поставщикам говорим, хорошо, мы продолжим у тебя закупать. У него завод в Венгрии стоит. Он для Восточной Европы закупает эту трубку в Венгрии. Но Российская Федерация говорит, а у нас это-то замещение. Тебе надо 80% локализации показать. Поэтому то, что ты притащил просто сюда сборку, и продолжаешь ввести трубки в Венгрии... Уже не ко мне. Не-не-не, венгерского производителя сюда, чтобы... Тогда что он говорит? Тогда он у нас глобального поставщику говорит, окей, я у тебя закупаю 10 миллионов трубок на всю Восточную Европу. Перетащи производство в Россию. Он говорит, так у меня в России будет 10 миллионов. Мне для того, чтобы завод локализовать, мне нужен масштаб. Говорит, а где я в Российской Федерации сколько поставщиков? Тут возникает проблема. Он начинает бегать и говорит. О, мне надо найти... Вот я Bosch, мне надо, чтобы еще Сименс тоже заказывал такую же трубку, еще что-то Toyota заказывал такую же трубку. И тогда он придет и локализует в Россию производство. Здесь опять возникает, а как он будет? Как Bosch, он ходит, как церковь котенок. Он говорит, я не могу ему обеспечить в России такой спрос, чтобы он сюда локализовался. Соответственно, у меня проблема. И вот на эти два, как он у нас, вообще как? Пока. Ну, локализовать можно несколько вещей. Локализовать можно производство в целом. Локализовать можно, так сказать, технологию, каким-то образом передать, чтобы другие уголом бились об эту стену. Понимаете? То есть, главная компетенция каким-то образом сюда... Так он и говорит. Я хочу в России, я хочу локализовать компетенцию в трубке. Я найти партнера, который, как мой бенгерский партнер, сможет мне такой же трубку. Ну, технопарк-то не решал эту проблему никогда. Вот, сейчас мы, по сути, говорим о таком решении. И как раз, на самом деле, тут тема, которую Александр поднял насчет деграции с другими парками и сообществ всех резидентов, поэтому, по сути, посвящена наша третья презентация. Я тут Максиму хочу рассказать про... Можно пока еще немножко и сейчас вопрос? Может быть, я не понял, но на примере того же самого представителя европейского, а он где-то сможет размещать информацию о своих потребностях, которые будут видны на все? Сейчас это делается таким образом. Мы предложили, мы, как и социальный парк, такую платформу предложили своим членам. Как только мы получаем такую информацию, максимально прозрачно, это запускаем в отрасль, все парки привезут через личный кабинет на нашем сайте и в почте в тот же день, как только мы отправили эту информацию. Пока это так работает. Если мы найдем цифровое решение, то это будет возможно. Понимаете, да, о чем вы говорите? То есть вы сделаете возможность не только производить этой пробки, но и диверсифицировать бизнес-уторную в том числе. в том числе. Надо просто привыкнуть. В Российской Федерации цифровые технологии, мол, немножко не зря. Пару раз ты попробовал, и у тебя все получается. Ну, у меня на самом деле, наверное, менее масштабная, презентация менее масштабного проекта. Тем не менее, по разу ты к этому обращаешься. Да, по разу ты к этому обращаешься. Обращаюсь, наверное, просто более, мне кажется, приближено уже к реализации идеи. Это идея создания нового отраслевого портала по бизнес-уторе, который должен стоять баком. Откуда, собственно, родилась идея. Да.